Доброе утро! Я рад быть здесь дома. В отпуске хорошо, но дома лучше. У нас чудесная страна. И я люблю свою страну. Я люблю Германию. Это благословенная страна Бога. И мы хотим обогащать Германию. И мы хотим, чтобы полнота Божья здесь распространялась. И для этого мы здесь. Потому что Бог хочет, чтобы Его Слово наполнено эту страну. И чтобы еще больше людей познали Истину. И Он хочет это сделать через нас. Мы были в Хорватии две недели. Или 11 дней. И это было очень хорошее время. Мы нашли там церковь в интернете. Пятинецкая церковь. Мы туда ходили. И благодаря русскому языку я еще немного понял. И это было очень хорошо. Я очень радуюсь, когда я в других странах мира вижу людей, которые поклоняются Богу, которые любят Бога. И мы посещали Катхедрали. Это очень большое здание. И я очень удивляюсь, в то время, в старое время, в 14-м столетии люди из своей веры строили такие большие здания. И я начинаю ценить вот эту веру, которую люди в то время имели. Они имели долготерпение. И эту церковь строили 105 лет. Ты подумай, церковь строит 105 лет. Это невероятно. Люди держались. Они вкладывали себя. И они финансы вкладывали. И я думал, в этой Хитце здесь работали. Это хаммер. Это тяжело. Я еще думал, под такую жару. И они работали. И у них было вот эта устойчивость. И что-то красивое было сделано. Это было два Генерации. И два поколения строили этот церковь. И для меня это драгоценное. Потому что сегодня мы хотим все быстро сделать. И когда мы покупали наш участок, мы разговаривали с другими пасторами. И они нам говорили, вы должны быстро строить. Максимально два года. Вы должны за два года построить. Если вы дольше будете строить, люди устанут. Это разорвет церковь. И я думал, ничего себе. В то время они строили 105 лет. Они держались этим. И это хорошо. И мы тоже должны иметь долготерпение. Это очень важно. И я хочу проповедовать о теме, что мечта является языком Духа Святого. Скажи со мной вместе. Мечта является языком Духа Святого. Я хочу вас еще раз привести назад в первую книгу Моисея. В первую книгу Моисея. Но еще другие мысли вперед. Мы люди часто используем те возможности и ресурсы, которые Бог нам дает. Мы используем это только для себя. Но Бог имеет мечту для всего мира. Бог мечтает уже о будущем, которую мы даже с вами не переживем. И все, что происходит здесь на земле, это было в Божьем видении или в Божьей мечте. И мы все являемся частью в мечте Бога. И мы все являемся частью в мечте Бога. Но это зависит от тебя, что ты с этим делаешь. И я хочу прочитать местописание, где Бог к Абраму. Бог пришел к Аврааму. Wer dir Gutes wünscht, den würde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verlassen hat. Und sagt Gott Avraam, как сказал ему Господь. Мы видим здесь, что у Бога есть мечта. Видение, которое он поделился с Авраамом. И он сказал ему, ты следуй за этой мечтой. Я уверен, что у Бога есть мечта. Есть для каждого из нас цель или мечта. И он предлагает ее тебе. Так же, как и Авраам. Но ты должен принять решение, будешь ты следовать за этой мечтой или нет. Авраам поверил Богу и следовал за Богом. И я не хочу говорить о том сне, которого ты видишь во сне. И не мечты те, которые никогда не исполнятся. Я хочу говорить о мечтах, которые ты можешь совершить или которые Бог тебе дал, чтобы ты совершил на этой земле. И это очень важно, иметь мечты. Ты должен во всех сферах твоей жизни иметь мечты. Это язык Божий, язык Духа Святого. И сам Бог работает через мечты. И Бог сотворил нас, чтобы мы работали через мечты. И он хочет, чтобы мы мечтали. И когда Бог говорил Аврааму, что ты будешь отцом большого народа. Я думаю, это был большой вызов Аврааму, верить в это. Он несколько лет уже был женат, и жена была его бесплодна. И у него не было ни одного ребенка. И у нас в жизни есть моменты, где мы не можем верить. Но Бог выводит нас. Как Аврааму, Бог ему сказал, выйди на улицу. Посмотри на небо. Посмотри, сколько звезд на небе. Посчитай. И Авраам понял, это невозможно. И Бог сказал, вот столько наследников будет у тебя. Бог ввел его в свою мечту и видение. И Бог желает, чтобы Авраам смог с ним идти дальше. Чтобы Авраам последовал его мечте. Как я уже говорил, он может мечтать и сидеть и ничего не делать. И почти все люди так и делают. Но Бог хочет, чтобы мы мечтали, встали и следовали за ним. И только если ты будешь делать и совершать, ты можешь достичь своей цели. И если я смотрю назад в Библию. С самого начала до конца. Все эти великые герои, которых Бог использовал. Это были люди, которые имели видение и мечту Богу. И эти люди встали и следовали за этой мечтой. Через трудности. Через Herausforderungen. Через вызовы. Через падения. Они были trotzdem. Но они шли дальше. И это люди, о которых мы читаем. И Бог их использовал. И самое интересное, эти люди не были только для себя благословения. Бог благословлял целые нации через эти мечты, которые люди приняли. Они несли благословение всем нациям. И так же хочет Бог через нас действовать. И если мы видим Моисея. Если мы посмотрим на Иосифа. Бог дал ему мечту. Он был маленьким Мальчиком. И Бог дал ему мечту. И он поверил в нее, что она Бога. И он так поверил, что он пошел и рассказал братьям. Но они не верили в это. Они начали ненавидеть его за мечту, которую он получил. И он пошел и рассказал своим любящим родителям об этом. И даже родители не могли поверить в это. Потому что эта мечта превосходила их веру. И Бог дает тебе мечты, которые превосходят твою веру. Но он хочет, чтобы ты верил. И Иосиф верил в эту мечту. И он проходил эти трудности и падения в вере в Бога. Или в верности в Бога. И эта мечта сбылась. И Иосиф стал благословением для всего народа. Большое благословение для всего народа. И Моисею Бог дал тоже мечту. Для поколения Моисея. Сначала Моисея испугался, как все люди мы пугаемся. Но в конце концов он поверил в эту мечту Бога. И он встал и пошел. Он начал делать то, что Бог ему говорил и показывал. И это очень важно, чтобы мы встали и делали. Да, hallelujah. Weißt ты, Бог использует нас. Бог использует нас. Бог дал нам разум. Он дал нам ресурсы в наш разум. В наше мышление, в наш разум, в нашу голову. В наш мозг и в нашу память. И если ты правильно подумаешь, ты увидишь, что это большие ресурсы, которые Бог вложил в тебя. Но, к сожалению, мы люди не используем это. Weißt ты, если ты посмотришь на историю людей, человечества. Есть некоторые личности, которые приняли мечту. И они всеми усилиями стремились к этой цели, они достигли ее. И это стало большим благословением для всего человечества. Посмотри на наши лампочки, которые Эдисон сделал. Это стало благословением для всего человечества. Посмотри на Генри Форд. Он построил машину, и это сейчас благословение для всего человечества. Посмотри на компьютер, того, кто это изобрел. Это благословение для всего человечества. Но если это сравнить с тем, с тем, с тем массой людей, которые здесь на земле, это только единицы, которые это сделали. Но эти единицы сделали благословение для всего мира. И мы люди говорим, это были какие-то гении. Weißt ты, Эдисон wurde в Сондаршуле geschickt. Но Эдисона послали в Сондаршуле. В Спецшколу. Да, also, seine Mutter musste die Ausbildung übernehmen. Она была в Сондаршуле, потому что он в Сондаршуле не успевал. И он стал гением. Мы люди верим Дьяволу. И мы не верим в ту мечту, которую Бог дает нам. И это очень важно, верить Богу. Бог сотворил наш мозг так, он постоянно работает. Он работает, он работает, он работает и работает. И у нас гениальные возможности. Идеи мы можем сделать. Проблемы решать. Траймы zu haben. Иметь мечты. Lösungen durchzurechnen. Мы прочитываем наши... Мы все обрабатываем в голове. Я не знаю, как это у женщин. Я не знаю, как это у женщин. Но я знаю, как это у мужчин. Если у меня есть проблема, то мой мозг работает до тех пор, пока придет решение проблемы. Он работает и работает до решения проблемы. И наш мозг, он обрабатывает тысячи решения. И в секунду представить. И ты отменяешься, или ты ее принимаешь, или отвергаешь и дальше работаешь. Ты только подумай, это гигантские ресурсы, которые Бог дал нам. Только многие люди ставят это на нейтральное положение. Она просто течет и течет и течет. Но если ты своему уму дашь видение Божье, то ты можешь идти каждый раз на millе земляного цвета по цели. И так же у Эдиссона была. Он пять тысяч раз ошибался. И его спрашивали, ты так много ошибок совершал, у тебя есть еще дерзновение, дальше продолжать? Он говорит, я не делал ошибки, я просто узнавал, как это лучше не делать, но теперь я знаю, как это сделать. И знаешь, если ты посмотришь на статистику, 70% наших решений, которые мы принимаем, 70% будут неправильные решения, они ошибочные, но 30% будут правильными. И некоторые люди думают, прежде чем я совершу столько ошибок, я лучше не буду ничего делать, но это также ошибка. То есть, чтобы быстрее прийти к решению, тебе нужно умножить свои ошибки, то ты больше делаешь правильное решение. Я не знаю, ты понял это или нет. Also, меня фасциняет это. Так Бог нас отверил, чудесно. И нам не нужно бояться ошибок. Благословение лежит в 30%, которые ты все равно сделаешь правильно. И эти 30% приведут тебя к цели. И это важно, чтобы мы дошли до нашей цели. Поэтому Бог дает нам видение. Я уверен, что у счастливой семьи есть общие видения или общие мечты. Успешная церковь имеет общую цель, общее видение. И это мечта Бога. Чтобы мы, как церковь, имели общую мечту. И представь себе все эти ресурсы, которые сидят здесь. Посмотри здесь. И каждый носит огромные ресурсы в себе. И если ты подумаешь об этом, Сколько этих ресурсов похоронены на кладбище, которые никогда не были использованы. Их никогда не использовали. Сколько Edisonов умерли и не исполнили свою мечту. Сколько людей, как Henry Ford, умерли и не использовали потенциал, который им Бог дал. Я хочу, чтобы мы сегодня подумали об этом. Бог дает нам мечту. Бог дает тебе личную мечту для твоей жизни. И как церковь мы имеем видение и мечту. И если мы будем использовать наши ресурсы, которые Бог дал нам, И начнем над этим работать и двигаться в эту сторону, То церковь будет очень успешно. Weißt ты, Joshua, Иисус Навин, Он имел мечту от Бога. Безуси, он принял мечту Моисея. И он следовал за этой мечтой. И эта мечта была в его сердце. И знаешь, как я это вижу? Когда Моисей восходил на гору к Богу, И народ Израилев, они праздновали, сделали себе Тельца Золотого. И Иисус Навин сидел у горы и ждал Моисея. Он знал, что сверху придет эта жизнь, вот эта мечта. И он ожидал Моисея. И когда Моисей послал двенадцать исследователей в другую землю, чтобы исследовать эту землю, Иисус Навин был с ними. И Иисус Навин был с ними. И Иисус был рад от этой мечты, которую Бог дал ему. И там было еще десять человек. И не смотря на то, что они видели вот это благословение, плодовитую землю, они устрашились. И этот страх разрушил их мечты. И сегодня, в нашей жизни это так же, что страх рушит наши мечты, которые Бог дает нам. Но Иисус Навин был уверен. В его сердце жила эта мечта. И он был готов защищать эту мечту. И Бог видел его сердце. И Иисус был бы зимой. И Иисус Навин стал большим благословением для этого народа в то время. Потому что Бог видел, что я могу довериться этому человеку. Он носит мою мечту. И Иисус был бы уверен, что я могу довериться этому человеку. Иисус Навин был тот человеком, который сказал, я и мой дом будем служить Господу. Он имел мечту в своем сердце. И он всю семью свою туда привел. И я очень уверен, что это была счастливая семья. Они имели общую мечту от Бога. И я очень желаю, чтобы мы это поняли сегодня. И чтобы мы использовали те ресурсы, которые Бог дал нам. Использовали их. Использовали их. Каждый имеет ресурсы в себе. Ты имеешь ресурсы в себе. Скажи своему соседу. Он еще не уверен. Бог вложил в тебя ресурсы. Аминь. Аллилуйя. Нутри это. Используй их. Я не хочу, чтобы мы просто мечтали, чтобы мечтать. Но имей мечту, в которую ты веришь и желай ее осуществить. И мы, как церковь, имеем общую мечту. Мы хотим людям помочь, вернуться к Богу. Потому что это в сердце Божьем. Божья мечта иметь большое, много людей на небе, которые спасены. Божья мечта опустошить Ад. Но наполнить небо. Бист ты bereit, auch mit deinem Шепфер mitzuträumen. Готов ли ты мечтать со своим Создателем? Ты можешь сам себя вставить туда, как пузель, или просто положить в сторону. Но я уверен, я знаю, что если мы в семье, мы в семье, мы в семье имеем. Но я уверен, я знаю, что если мы будем иметь общую мечту, мы очень много можем достичь. В этом здании были люди, в нашей церкви. Кто-то получил видение. И он работал над этим видением. Он поделился этим видением. И вместе начали мечтать. И они пришли к нам, и нам рассказали о своей мечте. И мы были немного скиптичны. Но мы немного больше верили, чем сомневались. И мы сделали этот шаг. И сегодня у нас есть результат. Кто-то мечтал. И если ты четко подумаешь, все, что в твоей жизни ты имеешь, начиналось в твоей голове. Это невероятно, что Бог вложил в нас. И если ты думаешь об этом, я хочу еще раз повториться. Твой мозг может создать столько много идей, столько решений всяких проблем. Тебе нужно только выбрать и делать. Так же в служении в церкви. Просто начинай что-то делать, чтобы Бог тебе открыл. Да, есть люди, которые сделали это. Я приехал из отпуска, и тут висят эти белые штучки. Красиво. Кто-то имел это видение. Интересно. Eine Entwicklung. Мы развиваемся дальше. И каждый из нас имеет эти идеи и видения. Используй их. Как в своей личной жизни. Так же в своей компании. И особенно для церкви. Потому что Бог за этим стоит. И давайте мы вместе будем жить этим. Может быть мы боимся принимать вызовы. Но если у тебя есть проблема. В твоей личной жизни. То наш мозг работает, чтобы найти решение проблемы. И ты находишь решение. Может быть 7 будут неправильных, но 3 будут правильные. И эти 3 приведут к тебе к успеху и станут твоим благословением. И еще раз назад к этой катедрали, которая в Хорватии. Эти люди строили ее 105 лет. Я забыл имя того, кто начинал это. Но он всю жизнь над ней работал. И он даже не мог увидеть или наслаждаться тем, что из нее стало. Но 500 лет спустя люди до сих пор еще пользуются этим зданием. И это благословение для следующего поколения. И я верю, что мы должны двигаться вперед. Бог хочет, чтобы ты не только о себе заботился. Я не знаю, как у тебя, но я хочу быть благословением для следующего поколения. Я хочу быть благословением для нашей страны и нашей земли. Я хочу, чтобы Бог использовал меня для этого. И я хочу ресурсы, которые Бог дал, меня вложить в это. И я желаю, чтобы ты тоже так хотел. Чтобы ты тоже хотел. Халлилуйя, халлилуйя. Это просто гениально. Это гениально. И иметь видение от Бога. И жить этим видением. И не страшись. И начинь просто. Можь эти первые шаги. Сделай первые шаги. Шаг за шагом. И Бог будет тебя дальше вести. И Бог будет тебе следующие шаги. И я прошу вас просто, несите с нами это видение этой церкви. Я просто прошу всю церковь. Если мы празднуем богослужение или молитвенное служение. Не думай только о том, чтобы я был благословлен. Бог хочет людей благословить через тебя. И не только о тебе или о мне. Речь идет еще и о людях вокруг нас. И я прошу тебя, концентрируйся на этом. И если ты посмотришь на Иисуса, на Моисея, они все стали благословением многим народам. Но и они сами были очень сильно, обильно благословлены. Такой Бог. Ты заботишься о других. И Он заботится о тебе. И это прекрасно. Поэтому заботишься о других. Халлелуя. Да, время вышло. Я хочу с вами вместе помолиться. И я хочу сделать тебе вызов, молись о том, чтобы Бог дал тебе мудрость. Чтобы Бог дал тебе мудрость. Вот эти ресурсы, которые Бог дал тебе. Эти мысли, которые Бог дал тебе. И мечты, которые Бог дал тебе. Используй их. И не страшись, двигаться вперед. Двигаться вперед. И прости не только о материальных вещах. Но здесь мы, как церковь, призваны Богом. И Бог имеет видение для нашей церкви, для нашей страны и города. И я очень рад, что мы дошли до этого места через милость Божию и благословение Божия. Но мы хотим двигаться дальше. Мы хотим размножаться. И я сам верю, 16 тысячи человек, которые будут в стадионе праздновать нашего Бога и будут спасены. Ласши нас грозь трюмя. Мы хотим много мечтать. И двигаться во имя Иисуса. Халлелуя, халлелуя. Ласши нас бет. Давайте мы помолимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!